Всем привет! Снова с вами Панцер. И у меня на обзоре последнее из посылки пива от пиварни Гуцульский Вар. Это пиво гуцульское темное. Бумажку здесь не прицепили или забили или забили. Непонятно, но ее не было. Ну как бы и хрен с ней. Единственное, что сейчас я не скажу, что тут ТТХ этого пива. Так что если что, вот здесь вот текст и вы там все увидите. А я в принципе что, я уже попробовал все предыдущие сорта пива. В целом я не могу сказать, что это прям в восторг у меня, но ребята молодцы, стараются, делают. Опять же это пиво региональное и вполне возможно такое пиво там любят. Я прям в восторге, ну наверное ничего не был. Ну неплохое пиво, скажем так. Темное пиво. Опять же я пил пиво женое. Пил медовое. Все оно такое типа полутемного. Здесь по идее оно чисто ячменное, поэтому нету ни добавки жи, ни добавки пшеницы. Но вполне возможно и будет добавка меда. Хотя в восторге нафига он тут нужен. Вот как-то так. Я не жду никаких там откровений от этого пива. Но считаю, что в принципе они ввиду того, что предыдущие все сорта пива довольно неплохие. Здесь тоже будет вполне приличное пиво. Собственно говоря, открываем, наливаем. Ну, такой красивый цвет. Кремовая пена. Темненький такой. Даже на просветку красноватый немножко цвет. Ну, карбонизация есть. Пена довольно плотная. Может даже устучивая. Хотя, скорее всего нет. Будут падать. Так, что у нас в аромате? В аромате ярко выраженная карамель. Вот прям как будто какую-то конфету понюхал. Да, такая карамелька-карамелька прямо. Вот леденец на палочке практически. Что это может значить? То, что это пиво, опять же, я жду темное пиво понятия растяжимое. Это, скорее всего, все-таки ближе к портерам, я так думаю. Хотя, может быть, и к каким-то дюнкелам, черт его знает. Но главное, что это сделано на базе карамельного солода. А значит, оно имеет какую-то сладковатую нотку, я так думаю. Ладно, будем пробовать. Ну, так, погнали. Это все-таки ближе к дюнкелам. Пиво довольно легкое. Но, я не знаю, наверное, плотность около 12. Не думаю, что больше алкоголя около пики. На мой взгляд, я не знаю, если тут в тексте было, то уже вы знаете лучше меня. Пьется оно довольно легко. Да, карамелька во вкусе. Но пиво не сладко ем. То есть, сладкая нотка есть во вкусе, естественно. Но оно, скорее, с кислинкой. Вот я, по-моему, светлое пиво их пробовал. Там такое же самое было. То есть, пиво не зимнее. Что удивительно, потому что Карпаты, в принципе, тоже там, ну и зимние курорты. В том числе, не обязательно там летом отдыхать. Поэтому, я не понял, почему в линейке нет такого пива, которое было бы зимним. Возможно, там, ну, не та местность, где зимние курорты не буковель там куда-то, я не черт не знаю. Я, честно говоря, в Карпатах не был ни разу. Вот, с детства, еще с советского детства, была такая вот мечта, что вот мне в Карпатку съездить. Но, не довелось. Я был на Западной Украине, в разных местах. То есть, проездом был во Львове, был в Прилуках, был в Коломырии, проездом в Ивано-Франковске. В Луцке на соревнованиях был, ну, это было давно, в основном. То есть, в том же Луцке, а был еще в советские времена. Вот. Так, чтобы в Карпатке где-то на отдых такого не было, к сожалению. Вот. Не довелось. Но, не важно. Для мой взгляд, просто, в Карпатах хорошо и летом, и зимой. И, думаю, и весной, и осенью нам тоже неплохо. Поэтому, я бы в линейку, если кто меня из этой пивоварни смотрит, я бы все-таки добавил какое-то пиво. Именно вот такого зимнего, типа вот, рождественского, или Медсен какой-то. Чтобы вот такой, согревающий эффект у него был. Кстати говоря, вешаю эти ролики в комментах на странице Фейсбука. Они все удаляют. Ну, как бы дай бог с ним. Просто интересно. То есть, вы продаете пиво. Понятно, ваша позиция. Вы рассказали, какое у вас пиво. Ну, интересно, наверное, взгляд какой-то со стороны. То есть, человека, который вас хочет покупать. А вы этот взгляд, как бы, не даете даже показать. Я же не говорю, чтобы вы там размещали, где там, на странице. Нет, в комментах. То есть, зашел, что захотел, поставил, не захотел, не поставил. Хотя и на Фейсбуке странно. Раньше, когда в комменты выкладываешь ссылку на YouTube, высвечивался, что это ролик. Ну, то есть, было понятно, о чем это хотя бы. А сейчас вот просто ссылка так и зависает. И непонятно. А то я понимаю, что может удаляется. Потому что, черт его знает, что там. Проверять, видимо, некому. И просто удаляется. Ну, как бы, хрен с ним. Я не для этого. Я не для этого. Сейчас, сейчас, сейчас. Надо хмель засыпать. У меня варится тоже пиво. Крепкое пиво. Но о нем будет разговор. Через три недели. Ну, для вас может быть странно. В общем, возвращаясь к пиву. Пиво неплохое. С кислинкой. Приятное довольно-таки. Допустим, у меня жена такое любит. То есть, скорее всего, это остаток пива вот этого. Пойдет жене. Я уже буду пить что-то другое. Пиво неплохое. Не совсем мое. Даже, сказал бы, может быть, совсем не мое. Я не очень люблю такое пиво. Даже, при том, что я последние разы варю именно такое пиво. Ну, у меня есть кому его пить, скажем так. Я остался без пива, без своего. То жена. Экономим на пиве, которое пьет жена. Вот так вот. Вот. Поэтому, если вы встречаете это пиво, можете темное пиво смело брать. Оно вполне пидкое. Оно вполне легкое. Не бойтесь его пить. Ну, собственно, и все. В целом, ввиду того, что заключительный ролик, пиво пивоварни довольно неплохое. Я не буду говорить, что оно какое-то там особенно хорошее или особенно выдающееся. Ну, наверное, нет. Есть чему стремиться, скажем так. На другой стороне, это региональная пивоварня. Я бы сказал, что это малая пивоварня. Они имеют право варить то пиво, которое им нравится и которое они хотят варить. Мы же варим, допустим, я вот начал чуть-чуть продавать пиво. Все, я уже говорю не только пиво себе, но и такое пиво, которое понравилось бы потребителю, скажем так. У них история та же самая. Возможно, для себя пиво какое-то другое варят, а это у них на продажу. Тоже так бывает. Поэтому ребята или девчонки, не знаю, а еще девчонок там много что. Стараются, делают, варят. Успехов им и развитием, собственно говоря, зимней сорта пива, как я уже говорил. Ну, а у меня на сегодня все. Субтитры сделал DimaTorzok